всем привет дорогие друзья добро пожаловать ко мне на канал сегодняшнее видео я хочу показать вам как я связала вот такой вот очень красивый и очень простой ажурный узор который я применила для своих носков вязать я буду на размер 36 37 вот так вот спереди вам тоже покажу как смотрится узор вот мне кажется что очень нежно очень красиво смотрится и вообще такой такой узор конечно украсит любое изделие даже если вы вяжете не носки да значит смотрите вязать я буду на 5 спицах спицы меня номер два с половиной еще раз напомню вязать я буду на размер 36 37 раппорт нашего узора состоит всего лишь из 12 петель то есть на каждую спицу вам необходимо набрать по 12 петель по 12 петель наберете провяжите необходимую высоту резинки и уже сразу приступим с вами к вывязыванию нашего узора и так мои дорогие друзья мы приступаем сейчас с вами к вязанию значит смотрите на каждую спицу вы набрали по 12 петель провязали необходимую высоту резинки здесь неважно сами выбирайте какая вам нравится резинка у меня просто резинка один на один и сразу после резинки мы приступаем с вами к вязанию нашего первого ряда то есть 1 ряда нашего узора у нас полностью как вы могли заметить вот на этом изделии он у нас полностью идет с вами изнаночной то есть первый ряд у нас полностью вяжутся изнаночными петлями у каждого свой способ вывязывания изнаночных петель у меня вот что сам они на есть обычные и так полностью этот ряд провязываем изнаночными петлями я буду с вами вязать по два раппорта да потому что я сейчас уже вывязываю вот свою получается переднюю часть соответственно я буду вам показывать как вязать узор на 2 на примере двух рапортов у меня моя подошва полностью идет лицевая гладь вот сейчас я ее быстренько провяжу и сразу же приступим с вами к вывязыванию нашего второго ряда вот мои дорогие провязали полностью ряд изнаночными петлями второй ряд мы вяжем полностью лицевыми я лицевые вяжу вот за заднюю стеночку просто так вот подбираю и провязываю вы вяжите тем способом каким умеете здесь и не критично какой способ вывязывание лицевых вы используете сейчас я полностью вот так вот провяжу ряд лицевыми петлями и давайте сразу потом перейдем с вами к третьему ряду и покажу с чего мы с вами начинаем вывязывать наш ажур и так вот мы с вами подошли к третьему ряду третий ряд смотрите это уже ряд где мы будем с вами вытасывать ажур соответственно мы сразу начинаем с того что вот первые две петли мы подхватываем за переднюю стеночку вместе и провязываем вместе с наклоном вправо вот провязали следом опять вот вот эти вот две нам сразу опять нужно подхватить вместе и также провязать вместе с наклоном вправо вот потом сразу мы делаем накид накид я делаю на себя еще раз покажу вот так дырочка меньше да у нас с вами будет образовываться сделали накид провязываем 1 лицевая потом опять накид 2 лицевая потом опять накид 3 лицевая и потом опять накид то есть в общей сложности мы с вами должно получиться 4 накида 4 накида сделали вот после последнего накида опять вот эти вот 2 вместе нам нужно будет с вами провязать вместе с наклоном влево но перед этим я переверну свою вот эту петельку 1 потому что нам не правильно лежит да вот и получается провязала их вместе с наклоном влево вот следом опять вот эти вот 2 нам опять нужно провязать вместе с наклоном влево но я своем случае опять первую переворачиваю да потому что у меня такое вязание что неправильно ложится вот и получается опять ее точно также провязала вместе с наклоном влево вот у нас осталась последняя петля мы ее просто провязываем лицевой провязали и точно также мы с вами вяжем абсолютно на всех спицах где вы вывязываете узор да вот опять две подхватили вместе провязали вместе с наклоном вправо дальше опять вот от этого 2 опять точно также захватываем провязываем вместе с наклоном вправо провязали сделали накид лицевая накид лицевая накид лицевая накид после накида сразу вот эти вот две вместе нам нужно провязать вместе с наклоном влево но перед этим я перевернула ведь опять свою петельку провязали вот опять следующие 2 нам нужно опять провязать вместе так вот с наклоном влево и последнюю опять провязываем с вами лицевой вот так вот у нас с вами идет третий наш ряд да сейчас я быстренько провяжу свою подошву она у меня как я отметила полностью идет лицевая и покажу вам что мы с вами делаем дальше вот провязали полностью ряд сейчас смотрите ну все кто умеет вязать ажуры знаю да что как правило ажур это такая такое такое вязание когда вы на одном ряду проводите работу следующий ряд вы просто все вяжите по рисунку да вот сейчас мы с вами в третьем ряду провели работу соответственно 4 ряд просто у у нас все идет с вами лицевыми петельками да вот на с вами накид мы его вот так вот подбираем за заднюю стеночку да и провязываем лицевой то есть все петли у нас с вами идут просто лицевыми петлями здесь ничего такого сложного нет гадать особо не нужно в этом ряду до ряд вот просто вяжем все лицевыми давайте быстренько его провяжем лицевыми и возвращаемся сюда на следующем ряду итак провязали полностью ряд лицевыми петлями а сейчас следующий ряд смотрите мы вяжем точно так же как и третий ряд вязали да то есть опять повторяем ту же самую работу и так 2 вместе подхватываем провязываем их вместе с наклоном вправо дальше опять вот эти вот следующие 2 петельки опять вот так вот за переднюю стеночку подхватываем провязываем вместе с наклоном вправо далее сделали накид провязываем одну лицевую накид 2 лицевая накид 3 лицевая его 4 наш накид то есть 4 накида в общей сложности да и дальше вот опять вот эти вот две вместе нам нужно будет провязать с наклоном влево я вот опять перевернула свою петельку вот провязала вот опять следующие вот эти вот 2 опять вот так вот я быстренько сейчас меня местами вы конечно смотрите на свое вязание вам необязательно переворачивать петель куда здесь у зависит от того как вы вяжете просто чтобы у вас петли смотрели в левую сторону да вот с наклоном были влево мне приходится переворачивать вот и последнее просто на с вами идет лицевая петля вот переходим на следующую спицу и здесь повторяем то же самое 2 вместе за переднюю стеночку провязываем с наклоном вправо дальше опять вот эти вот две сразу вместе наклоном вправо провязываем вместе делаем накид 1 лицевая накид 2 лицевая накид 3 лицевая накид дальше вот следующие вот эти вот две мы опять вот так вот вместе подбираем и провязываем с наклоном влево вместе потом опять вот у нас еще 2 до идут петельки мы опять их вот вот вместе за заднюю стеночку опять провязываем вместе и последнее просто у нас с вами идет лицевая полностью провязали ряд и как вы помните в этом ряду мы с вами никакую работу проделывать не будем все вяжем с вами по рисунку то есть все лицевые да у нас с вами идут потому что в предыдущем ряду как вы помните мы с вами проводили работу с ажуром так вот полностью провязали ряд все лицевыми до петельками сейчас на этом ряду мы опять проделываем с вами работу с ажуром но в этом ряду немножко по-другому будем вязать смотрите опять вот первые две мы подхватываем вместе провязываем вместе с наклоном вправо провязали следом мы вяжем три лицевые 1 2 3 то есть вот да вот это да вот этой вот как вам даже объяснить видите вот мы с вами до этого проделали проделывали ажур вот наша петля которая посерединке дошла вот до нее мы провязали сразу перед ней сделали 1 накид потом вяжем одну лицевую после лицевой опять делаем 1 накид накид сделали провязываем 3 лицевые 1 2 3 провязали 3 лицевые следом вот вот эти вот 2 опять нам нужно будет провязать с вами вместе с наклоном влево так вот их убирая вместе за заднюю стеночку с наклоном влево провязали и последнее просто назовет с вами лицевая петля вот и повторяем то же самое на всех тех спицы где вы вяжете узор опять 2 вместе с наклоном вправо за переднюю стеночку далее 3 лицевые 1 2 3 вот мы с вами дошли видите до нашей вот этой вот петли сделали накид провязали ее лицевую сделали накид 3 лицевые 1 2 3 и вот эти вот 2 сразу провязываем вместе за заднюю стеночку с наклоном влево провязали и последнюю мы вяжем с вами просто лицевой сейчас смотрите мы с вами вот давайте быстренько сейчас я провяжу свою подошву вот сейчас смотрите полностью провязали ряд сейчас нам естественно как вы помните этот ряд нужно просто провязать полностью лицевыми петлями но мы этот ряд и потом еще два ряда то есть в общей сложности три ряда нам нужно будет просто провязать с вами просто лицевые просто лицевой гладью то есть три ряда просто лицевой гладью вот видите как вот здесь вот показано да у меня вот вот мы сейчас с вами сделали провели работу с ажуром и потом три ряда полностью мы провязываем просто лицевой гладью давайте их провяжем и И сразу же возвращаемся сюда к нам. Вот, мои дорогие, 3 ряда я полностью провязала лицевыми петлями, видите? И сейчас у нас все вот на этом уже рапорт нашего узора останавливается, потому что с этого ряда, вот то, что мы сейчас начнем вязать, да, у нас, в принципе, есть начало нашего ряда. То есть, начинаем все точно так же, как мы с вами начали вязать этот первый ряд. А начали мы с вами с одной, с одного ряда и изнаночными петлями. То есть, 3 ряда провязали, и после этого опять рапорт нашего узора повторяется. Опять полностью этот ряд провязываем с вами изнаночными петлями. Вот сейчас я его вот так вот быстренько провяжу на этой спице. И давайте на этой спице тоже быстренько провяжу и объясню вам теоретически, да. Я очень надеюсь, что вам все понятно в этом видео. Ну, я думаю, что узор довольно-таки легкий, вот, поэтому должен справиться даже новичок. Но если вдруг что-то где-то непонятно, дайте мне знать, попробую вам еще раз объяснить. Так, вот, мы с вами сейчас провязали первый, получается, ряд нашего узора. За счет нашего ажура, да, у нас с вами, вот, получается, наш изнаночный ряд вот так вот, как бы немножко волнистыми линиями, да, начинает уходить. Вот. Вот, все, начиная с этого ряда, сейчас полностью его провязывайте. Второй ряд, как вы помните, у нас полностью изнаночный. И с третьего ряда мы начинаем уже выполнять опять ажур. Вот, я очень надеюсь, что вам все понятно. Если вдруг возникли какие-либо вопросы, дайте мне знать. Вот, я, конечно же, желаю вам хорошего вязания. Я сейчас продолжу вязать, мне осталось провязать последний рапорт. Вот, я очень надеюсь, что вам понравился сегодняшний мастер-класс. Вот, если понравился, ставьте лайк, пишите в комментариях, какой у вас получился результат. Ну, и, конечно же, желаю всем, как всегда, приятного и хорошего вязания.